17 января в Драматическом театре собрались руководители города, депутаты Великолуцкой городской думы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и многие другие люди, которые пришли отпраздновать 69-летие со дня освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. В этот праздничный день со словами благодарности к ветеранам обратился глава города Виктор Васильевич Волынцев. Сегодня наш славный город празднует день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 17 января станет навсегда великим днём для нашего города. Особую благодарность и память хочу отметить ветеранов Великой Отечественной войны, которые героически защищали наш город и освобождали его от немецко-фашистских захватчиков. Партизанов, труженики тыла, всех тех, кто ценой своей жизни, здоровья освободил наш город от немецко-фашистских захватчиков. Большое спасибо труженикам, которые восстанавливали наш город после окончания войны, после его освобождения. Которые строили фабрики, заводы, школы, больницы. Которые своим трудом, самотвержденностью доказали, что наш город вновь будет процветать. Уважаемые друзья, поздравляю вас с праздником, желаю здоровья, счастья и всего самого лучшего. И чтобы каждый из нас помнил, что город воинской славы – это почетное звание, которое нам присвоил президент. И мы должны его с большой честью нести и приумножать его славу в дальнейшем. С праздником вас! Продолжил череду поздравлений глава администрации города Николай Николаевич Козловский. Сегодня, в этот знаменательный день, нас переполняют чувства радости и скорби, гордости и горечей утрат. Мы склоняем головы перед теми, кто, сражаясь за освобождение Великих Луг, проявляя героизм, мужество, отвагу, отдал самое дорогое, что не убило, свою собственную жизнь. Сегодня мы произносим слова глубокой признательности тем, кто назло всем смертям выжил в войне и дошел до Берлина. То нацеленность на победу, то сплочение народа вокруг общей великой цели всегда будет для нас истинным примером героизма, стойкости духа, целеустремленности. Сегодняшний день это также праздник тех, кто восстанавливал разрушенный город, чьим трудом, упорством, умом и талантом создано все то, чем по праву гордятся жители нашего города. Уважаемые великолучане, мы потомки великих предков, не раз защищавших Великолучскую землю от врага, и мы должны быть их достойны. Уверен, что память героическим в подвигах наших предков поможет всем нам принимать правильные решения и совершать только добрые дела на благо Великих Луг. Дорогие ветераны, уважаемые великолучане, я поздравляю вас с днем освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Я желаю крепкого здоровья, силы духа, долгих лет жизни нашим дорогим ветеранам. Я желаю, чтобы наша молодежь, каждый житель нашего города был истинным патриотом своей малой родины и соответствовал высокому званию города воинской славы. Счастья, благополучия, мира и добра всем великолучанам, процветания, развития Великим Лугом. С праздником, дорогие друзья! Спасибо! Почетный гражданин города Великие Луки, генерал армии Юрий Николаевич Якубов от имени коллегии Министерства обороны Российской Федерации, также поздравил всех гостей с праздником, пожелал здоровья, мирного неба над головой, удачи, хорошей жизни и преподнес Виктору Васильевичу Волынцеву памятный подарок, который символизирует гордость русского человека. Для гостей праздника выступили лучшие коллективы Великих Луг, которые исполнили как песни военного времени, так и веселые эстрадные номера. Специальным гостем праздника стал вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары» из города Пскова. Песня «Голубые гитары» из города Пскова. Субтитры создавал DimaTorzok